Батайская культура не единичная, а общеисторическое явление, так считает Виктор Зайберт, автор одного из сенсационных археологических открытий 20 века батайской культуры. Ученые призывают исследовать поселок Красный Яр и село Васильковка возле Кукшетау. Здесь во время раскопок и экспедиций найдены более тысячи предметов батайской культуры. Сейчас разработаны виртуальные проекты, над которыми предстоит работа. Виктор Зайберт также предлагает создать музей лошади и кумыса, ведь именно образ жизни батайского человека был напрямую связан с разведением животных и использованием природных ресурсов. По словам ученого, вся территория современного Казахстана так или иначе имеет следы этой культуры. К слову, в Акмолинской области насчитывается около двух тысяч памятников археологии. 70-летний ученый говорит, что еще 40 лет назад знал, что батай, существовавший в 4-5 веках до нашей эры, станет историческим брендом страны. Люди строили такие дома, такие же, как на Батайе, потому что известны геомагнитные съемки, чертежи этих домов. Реконструкции у нас полностью соответствуют реалии. Они жили, занимались коневодством, выращивали коней, ухаживали, да, или кумыс, пили кумыс, занимались охотой, рыболовством, собирательством. Значительную долю в остатках найдены растительные, пищевые, молочные и так далее. Это была настоящая культура людей, которые воспитывали своих детей, которые занимались отгонным скотоводством. Весной они уходили в Тургайские степи, осенью возвращались. Недавно совершенно мы нашли новое поселение в Кустанайской области. В 200 километрах от Кустаная было найдено такое же большое батайское поселение.